приветствую дорогие друзья опасность разных эзотерических практик советов каналов прочих эзотериков и шизотериков по-другому я их назвать не могу почему ну начнем первых стало вкратце что почему эзотерика почему это были тайны и скрытые знания а потому что далеко не все знания полезны далеко не все знания для психики безопасны вот недавно мне выдачу канал выдал там какого-то эзотерика раскручен хорошо и она говорит что как понять что человек о тебе думает вы знаете я была не только в шоке я была в ужасе почему потому что если следовать хотя бы некоторым этим советом можно оказаться в дурдоме сейчас я расскажу почему итак там было такое что вот вы расстались как понять что человек о тебе думает но разные знаки типа радуги облаков и перьев я это опущу оставлю в конце концов это ладно у всех свои приметы стояла просто кое как понять что человек от себя думает ты резко чувствуешь прилив энергии говорил эзотерик может быть такое действительно когда у людей есть между собой такие связи даже юнг описывал коллективные бессознательные когда люди любят друг друга это чувствует есть такое но может и не быть прилив энергии может быть из-за того что ты испытываешь эйфории я хочу этого мужчину я очень его хочу или эту девушку и ты представляешь себе эту картинку это в психике происходит и тебе кажется о да он тоже обо мне думает а по факту может быть он нифига тебе не думает у него другие отношения уже там в семье в любви родил детей и ты можешь годами быть в иллюзий а потом увидев то реальность психика может ушататься особенно если она нестабильна может быть так а может быть и так то есть то чему учат традиционной психологии рассматривать индивидуально каждый случай иногда уж действительно верить фактам чем предчувствием если мы возьмем ту же самую христианскую мистику которая крайне относится негативно к эзотерике там сказано что чувством очень легко обмануться даже других религиях допустим взять некоторые направления буддизма тоже говорят об опасности обмана чувствами мне это хочется я нахожусь в иллюзии меня обмануть не трудно я сам обманываться рад но это иллюзия может очень больно ударить и ударит об лед в реальности потому что большинстве случаев к сожалению вот как практикующий 15 психолог я вам скажу если человек с вами расстался или там вас бросил то большинстве случаев он о вас и не думать и не вспоминает и не любит во многих случаях он уже забыл и создал новые отношения вторая то что называла эзотерики я тоже была в шоке потому что она сказала что вы этого человека начинаете везде видеть это верный признак он вас думает это верный признак он вас любит это верный признак вы испытываете там приток энергии это верный признак вы его везде видите и так с точки зрения психологии феномен у кого чем болит кто чё хочет мамочки везде видеть детей беременные кто хочет ребеночка беременных собачники как я собак и так далее это просто психика злой человек везде видит злых обиженные обиженных то есть что для тебя важно какой сектор ты подсвечивай что ты и видишь и здесь получается реально сколько приходилось из любовной зависимости из тяжелых расставаний и раз разводу вытаскивать людей они часто видели им казалось что этот человек идиот то есть это вот болезненная зацикленность на человеке или ну даже просто вот стресс который связан с расставанием что получается ты реально тебе кажется прическа волосы взгляд себе на живое отрезали действительно нередко вот развод расставание подобно тому что человеку отрезали что-то часть его ему больно и он видит как бы там даже стихи из такие песни я тебя вижу в отражении там облаков толпе и так далее но считать что значит человек о тебе думает считать что значит человек тебя любит до считать что у вас какая-то там охрененная кармическая космическая связь это верный путь уйти в иллюзорные миры это можно заиграться в такие психические игры это можно в такие лабиринты дебри уйти что потом ни один психиатр уже с вами не разберется то есть это очень опасный игры с психикой игры разума и почему многие психологи плохо относятся к эзотерике кто реально реально изучает традиционную школу то есть не те психологи позорище которые мне доказывают что астрология это наука никаким местом астрологии не относятся к науке и и нет списке научных дисциплин а если вы хотите подискутировать на тему астрологии мы уходим в другую область мистик и и сравниваем уже есть такая такое понятие направление как богословие да там сравнительные богословие но сейчас не об этом вот то есть поэтому здравый психологическая с школа она и скажет ну видишь что этого человека или кажется тебе это просто вот эта боль это пока на этом ты зациклена и тебе из этого надо срочно выходить иначе можно себя довести до крайности можно до клиники неврозов до препаратов сколько я видела таких людей которые не смогли вовремя соскочить это некая зависимость любовной которые не обратились за помощью которые не смогли исправиться и потом уже тяжелые препараты и клиника неврозов и привет психиатр это очень опасны игры разума поэтому эзотерики которые вот эти вещи говорят меня очень кстати порадовали комментарии люди прямо писали внизу что вы говорите бред то есть там канал видно накрученный потому что ну такая хинея которая там она просто накручена но человек реально говорит ахинею там еще несколько было таких сумасшедших пунктов я все не буду сейчас разбирать то есть мне от этого реально стало жутковато и кстати в этом плане то вот коренное христианство здравое трезвение православие которое мало кто хочет знать до такой дури не доведет то есть научи дурака богу молиться он лоб расшибет это тоже крайность вот поэтому дорогие мои можно относиться шуточно ко всем этим там астрологом планетам эзотерикам ну вот в это все уходить вникать это просто верный способ свою психику ушатать это цепляться за соломинку то есть в большинстве случаев извините но если вы расстались вы расстались во многих случаях человек уже все и реальность такова что он тебе отрезали по живому и чем быстрее ты это поймешь и сознаешь и рано затянется тем быстрее ты начнешь новую счастливую осознанную жизнь более мудрый более сильный более крепкие ну да есть шрамы но это нас закаляет нас укрепляет или можно скатиться в ловушку иллюзий да у нас там какая-то кармическая связь да там у этого парня просто комплекс да он просто боится себя боится любви давайте-ка в реальность если реально мужчина влюбляется в женщину его вштыривает от нее там как от просто вообще космический небесный поток любви то ему плевать на все свои травмы на все свои прежние неудавшие соотношения он с этой женщиной будет ну всегда есть такой маленькая крайность это мамси который жарит котлетки когда там кушает у мамы котлетки жареные когда-то мой девушка в чулках ждет это редко вот то есть вот эти игры с разумом они на самом деле очень опасны очень опасно верить с нам ощущением галлюцинации развивать эту сенситивность то есть надо жить стараться в этом мире трезво то есть вот жить реально в объективной реальности работать плотно стоять на ногах нередко вот это вот все убегание иллюзия раскрытие верхних центров это очень вещи опасны это убегание от реальности даже здоровых духовных практиках сначала ты плотно стоишь на земле это выживание физическом мире работа дом семья социум и когда все эти уровни то у тебя проработаны там уже действительно идешь дальше растешь это даже пирамида самоактуализации по бархаму масло вот такая вот помните потребности найдите погуглите кому интересно друзья запомните что любое бегство от реальности любое бегство в иллюзии очень дорого обходится для психики берегите свою психику берегите свою жизнь берегите свое тело потому что все психические процессы бьют по телу если тут у нас бардак то и нам плохо меня спрашивали вот что самые лучшие твои инвестиции я буду я голову лечила ходил у психологов терапевтов мастеров и так далее ты самая лучшая помощь коучи это который мне вот тут по полочкам все разложили это было самой классной инвестиции жить в этой реальности без иллюзий вот этих иллюзий что кто-то тебе померещился что у тебя пошел прилеток энергии так далее безусловно чувство душа это важно но если горячее сердце не контролируется холодным умом то это опасные игры разум и поэтому будьте бдительны дальше я эту тему буду развивать потому что очень много вопросов но если вы хотите здоровые мистики идите в храм и помолитесь богу безопасный духовный путь сейчас очень много эту тему информации так меня зовут юлия новикова я психолог онлайн автор нескольких книг если было полезно моё видео подписывайся на канал жми колокольчик чтобы получать оповещение новых видео и пишите опыт свой вопросы комментарии у кого тоже такое было кто как справился и до новых встреч